Женя Алхинди Удалось увидеть вживую пару картин Коровина в Провинциальном музее России. Рассматривая эти работы, хорошо видно, как изнутри будто просачивается другая краска. Например, деревенский сюжет, написанный охристыми цветами, из-под верхнего слоя, выступает темный, почти черный. И так на других работах. Возможно, эта краска разлагается со временем на составляющие, или у Коровина была какая-то особая техника. Видно не имприматуру, а именно просачивание в самом мазке другого цвета. Про свойства краски ничего не могу сказать, не знаю, надо видеть эту работу. Возможно, это лак, которым покрывались работы, потемнел. Возможно, это лессировка, когда в лак добавлялась немножко, кость сженая, например. И прокрывалась, он затекал в те места, которые ниже всего. И там, естественно, вот эта лессировка. Достигался такой эффект старения. Известно, что он писал от темного к светлому. Поэтому, может быть, темные места, которые проложены до этого и перекрыты более светлыми красками, где-то не докрыто, а сквозить начинают. Я видел несколько работ Коровина, где он, как мне показалось, применял технику лессировки вместе с черной составляющей. Когда-то, совсем давно, я проэкспериментировал, и мне было интересно добиться, какой получится эффект такой старения. Попробуйте, это очень интересно. Ирина Натсина. Здравствуйте, Слава. Здрасте, Ирина. Вы рисуете водными красками, а бумагу при этом не корюбит. В чем секрет? Чем тоньше бумага, тем ее корюбит. Ну, а чем толще, тем приятнее на ней работать. Никаких кораблений не наблюдается. Очень хорошо писать темперы по акварельной бумаге, по ватману. Все равно, лишь бы она была достаточной плотности. По картону. Александр Фомин. Работая на рынок, всегда выгораешь. Нужно творческими работами заниматься. Рынок – это не путь для художника. Ну, жить-то как-то надо. На мой взгляд, нужно разделять. Ну, если такая задача стоит, чтобы продать. Но главное – не скатиться в рыночность. А это очень опасно. Потому что рынок начнет от тебя требовать то, что он пожирает. И он сожрет и тебя заодно быстренько. Конечно, идеально – это творить, это писать, сознавая, что ты под камерой вечности. Она наблюдает за тобой. Все время, что ты делаешь. Как ты растрачиваешь данное тебе время, ресурсы. Если ты приумножаешь свой талант, развиваешь его, тебе же он даден, то тот, кто тебе дал этот талант, без еды не оставит тебя и твою семью. Состояние наше считывается. Не то, что мы там понаделали, а вот как мы удовлетворены. Мы вообще радуемся работе. Или, блин, опять мне этот заказ долбанный, копеечный, бестолковый. Вот так уже. Вот это состояние разрушительное. Мне кажется, оно и считывается. Кстати, зрители, подходя к таким работам, безошибочно чувствуют, из какого состояния художник это писал. Эд Гарпо. А вы не хотите придать своему творчеству больше динамики, нонконформизма, актуальности. Может, не стоит так уж залипать на ученичестве и комфорте для глаз. Я, конечно, понимаю, у каждого художника своя публика. Примерно знаю ваш контингент. Но молодые и богатые покупают сейчас совсем другую живопись. И по другим ценам взять хотя бы, ну, перечисляю цену, пару художников. И вы могли бы ведь так же. Конформизм, нонконформизм. Мне кажется, исходит, вот суть слова, как я понимаю, это приспособиться. То есть есть какая-то мода, например. Группа людей, художников, следует этой моде. Зрителю нравится, зритель заказывает, покупает. И ты в рамках этой моды существуешь. Спасибо, Эд. Но мне это неинтересно, приспосабливаться к каким-то веяниям, течениям, к тому, что хотят от меня. Мне доставляет огромное наслаждение слушать голос молчания внутренний. Ценнее ничего нет. Настоящее, как мне представляется, ну, по моему опыту, рождается из этого молчания. Ну, из тишины. В ней нет заказов. В ней нет чьих-то просьб, наставлений, желаний. Есть некая внутренняя сонастройка с тем, что происходит вокруг, с миром, снаружи и внутри, что одно. И изнутри, как отклик на твою жизнь, на то, что происходит с тобой, близкими и так далее, в твоей жизни, этот отклик рождает на холсте что-то. Сначала в задумках. Ты понимаешь, что это важно, ты хочешь просто это сказать. А чтобы это написать, нужно, значит, мастерство, а его нужно постоянно совершенствовать. А композицию нужно разработать и сочинить. И подумать, а как это выразить, если это так важно. Короче говоря, написать важное для тебя, а не для публики важное. Не выпендриться ради выпендрежа, ради такого дешевого удивления, собственного и зрительского, а прожить этот кусок жизни глубоко, тотально, осознанно. У нас один сюжет, который мы пишем, говорил Мане Клод, свет. Бардо Тичинс, пожалуйста, сделайте обзор лучших, на ваш взгляд, аквалеристов, современников. Мне неудобно, я кого-нибудь забуду, поэтому лучше вы сами. И потом, это зависит от ваших предпочтений. У всех они разные. Мне советуют Андреяку, например, посмотреть в комментариях. Не буду я смотреть Андреяку, извините. Но, опять же, вот разные предпочтения. Кто-то видит живопись величайшую у Андреяки, кто-то у Сбуквича. Ну, посмотрите просто разных художников современных. В интернете это легко совершенно вы найдете. Мы же разные книжки читали, смотрели разные альбомы. То, что в нас вложили, то мы и носим. Мы нафаршированные чужими представлениями об искусстве. И через них должен пробиться собственный росток. Понимание, что есть живопись, а что нет. У меня есть в Инстаграме страничка, куда я вываливаю все, что мне нравится. Там есть и акварели, посмотрите. Виталий Сопко. Что является самым важным в творчестве? Основа основ в каком-либо проявлении искусства. Выше любви ничего не знаю. Основа основ это. Я предлагаю вам познакомиться с сороковым уроком по живописи на пленэре. Виноградник. Я записывал этот урок в Гурзуфе. Он сложный, потому что нужно найти взаимосвязи между несколькими планами. Связи довольно тонкие по тону и по цвету. Дальний план – это гора медведь. Писать зеленый очень сложно. В этом уроке мы с вами будем писать пространство. Мы будем управлять вниманием зрителя. Мы будем думать о материальности каждого объекта. И, естественно, одно из главных условий успешной живописи – это расфокусированность зрения. В этой работе мы будем сочинять бесконфликтную композицию. Пятна не должны спорить друг с другом. Сороковой урок. Виноградник. Ссылки на урок на онлайн-школу под каждым видео. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok